Собственно, это такой фильм-портрет во многом о молодом дирижере, который пытается собрать коллектив для очень сложного произведения, одного из самых сложных в мировой хоровой культуре музыкальной. Такое путешествие внутрь хора, внутрь музыки, репетиционный процесс. Каждый там сам для себя выудит, там все есть, и посмеяться, и поплакать, такая история. Вообще очень много контрактов. Субтитры создавал DimaTorzok Наш фильм очень важен для всех и вся всех поколений жителей Красноярского края. Во-первых, это мотивация для молодежи верить в свои какие-то невероятные мечты, цели и их достигать. Этот фильм показывает туристическую привлекательность нашего региона, и я думаю, многие, кто посмотрит его, захотят приехать к нам отдохнуть и вообще культурно провести время. Александр Иванович Астраханс, на данный момент один из старейших писателей, может быть, старейший писатель Красноярского края. Ему в этом году исполняется 85 лет, это такая была дата. Но это человек, который прошел... Польшой... Польшой... И непростой путь. Он начал работать как... Он приехал в этот город как молодой специалист, строитель. Он строил этот город. Причем он помнит его таким, каким мы его никогда не знали. Он помнит как бы старый, человеческий, сибирский городок. Когда я уже родилась, это был город из стекла и бетона, мощный промышленный центр страны. Но вот это его поколение за очень короткий строк смог отстроила и сделала вот такой вот город. И потом он прошел долгий путь еще от строителя, делая, в общем, усящую, очень быструю карьеру. Вот, стал писателем, ушел, так сказать. Ну, в творчестве это очень всегда непростое решение. Но он это сделал. И уже в 80-х годах был один из очень популярных писателей.